Дом после обеда, сон для усталых, хмурых людей Мы приглашаем тех клачей в дикие джунгли, скорее Алло, ты на месте? Груз не видно? Нет, пока нет, а вы ничего не засекли? Ничего Ладно, поплыву по течению Понял, будь на связи Привитос Амигос, после пролога, а пролог в этой игре оказался сдвоенным Сначала показали, как он был совсем маленький в детском доме, а потом уже как он в тюрьме потерял своего брата Так вот теперь телепортнуло и началась миссия вот эта самая подводная Ну и я не скажу, что здесь подводный мир как-то выделяется сильно по графике По мне так до сих пор никто еще не переплюнул подводные локации из Ассасинс Крит Блэк Флага Вот где уж действительно была красотища Как будто снова я маленький и погружение кусту, смотрю, потеря кусту с открытым ртом Вы нашли сокровища Подожди, вы нашли сокровища, нажмите А, вот они, сокровища Я уже три где-то сокровища просрал Брелок Акула из провинции Чирики По-моему, это посудина капитана Немо скорее, чем Какая-то Какой-то брелок Акула Вообще, почему этот брелок Акула не замело тремя метрами ила какого-нибудь? А это что такое? Я что-то нашел Что там? Свет совпадает, ржавчины еще нет Похоже, когда камня ударилась Что ты там бормочешь? Прости Похоже на кусок нашей куры Наверняка она рядом Не испытывай мое терпение, Дрейк Джеймс Кэмерон говорит, что скоро Титаник илом закопают А они ищут А, нет, они что-то Но я же думал, они ищут пиратский корабль, который 800 лет назад утонул Или сколько там? 300 Что-то странное Как-то здесь разброс миссии Я вообще, например, не понимаю, что это такое он сейчас нашел Что он делает под водой Вроде как мы искали сокровища пирата А теперь мы достаем какие-то грузы из вагонов Доброе утро Так, я внутри Вроде большая часть привязана Так, значит, один, два, три, четыре, пять Похоже, не хватает двух ящиков Пойду их искать Стоп, стоп Может, поднимешься за новым болотом? Наверняка рядом Справимся Ха, один есть Это напоминает мне миссию из мафии Пропавших, как я понял, да? Интересно Ящик не могло унести далеко Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ повторно нажимайте да не повторно нажимайте быстро жмите надо говорить я так понимаю что мне надо его туда же отнести да ну да миссия с переноской с переноской ящиков я не знаю может и были те люди которые в мафии прошли эту миссию но я сразу работодателя нахрен послал потому что таскать ящики это вообще не то чем я хочу в играх заниматься ну я не знаю хоть акулы бы какие-то нападали что ли блин движухи какой-то надо придать а вот прям надо было проплыть сделать петлю и на удавку короче закрепить по физике придумали почему они называют вагон фуры интересное что-то а это это не вагон это действительно фуру он колеса у ну а как фура попала сюда я что-то с моста что ли рухнула или чё ха-ха-ха постараемся нашел второй ящик положу к остальным ой да кинь ты его просто внутрь что там хоть за эмблемка на ящике по моему по моему это ящик пива лювин брау с новой модной красной этикеткой фуры какая-то пустая по ходу кроме этого поддона с ящиками ничего и не везла что так так тут и сказать то по большому счету нечего ощущение были такие как будто мы где-то в море дно больно живописная у нас в неве так нырни там битый кирпич и битые бутылки никаких те водорослей кораллов ничего причем даже не сказали прошло столько-то лет или прошло там столько-то времени вообще как-то в голове у меня этот перепад не укладывается особо как они вообще делают франшизу которая между собой ни одна часть не связана сюжетом до сих пор вспоминаю как я прифигел когда в первой части самом начале его друга старика на застрелила во второе он снова ожил как ни в чем не бывало как очень страшном кино помните когда это в четвертой части встречает свою подругу говорит блин а она она умерла еще в третьей части фильм горит ни хрена себе я думала ты умерла а негритянка а я думала ты умерла вот и все вот и все объяснение почему она жива глянем что ты принес давай в следующий раз погоди я про нырение в пилотку а ты про что цену перебить ну да конкуренция а там слитки золота наверно давай нет не окажу ты черный ты ломом и орудуй а посмотрите тут все черные ну тогда пожалуй лучше не выебываться конечно я же совсем не устал всего-то там плавал цеплял контейнеры пока ты тут в рацию просто бубнил ну ты не поверишь сколько это хрень стоит потому-то клиенты платят такие деньжище а может лучше на монетке переплавим пошли отметим первая кружка за мной что с вами по барам не 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 без страховки не пойдут главный герой просто в открытую он говорит что с черными бухать не будет класс домой спать в другой раз ладно как хочешь манал я ваше черные бары чувак спасибо когда вы нажрётесь постоянно называйте меня белоснежкой спрашивайте где мои гномы подожди нэйт нэйт постой эй какими судьбами для тебя призем какими блять судьбами я тут тоже работаю чувак вот такими судьбами весточка из малайзийского источника про затонувший корабль но весь груз целый подходи и бери упорный ты человек все сумму на тех расходы нам перевели все готово кроме моего лучшего парня я ему доверил бы это дело а он он слился нет я даже не возьму скажи у этого источника есть разрешение нет у него нет они никому не дают разрешение но пойми ведь это же нам только на руку нет разрешений значит нет конкурентов корабль наш без разрешения не полезу это же наша пенсия слышь пенсионера откуда не знаю что груз цел значит они ныряли туда чё сами тогда не под а ну не выковырили ничего слышишь шоколада не обижайся но это похоже на сюжет того фильма ужасов про корабль у корабль убийцу который тоже команда приплыла хотел его отбуксировать деньги заработать а в итоге их там всех порешали круг поисков сушен было бы круто ну чё мне его вертеть то все положить можно вот он ушлый нет 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 в этот раз без меня да мы будем играть в достанье с однища ящик к черту приключения обычная жизнь а это мой любимый жанр что в играх что в кино интересно если я сейчас нажму на треугольник он не начнет гамлета косплеить одна из самых странных моих находок ну йорик бедный йорик давай камон вы все время блять это делаете своих западных фильмах я единственное что про гамлета знаю это что когда в руки берут череп надо говорить йорик бедный йорик вот такое знаток классики шестирукая херня бедная шестирукая херня но теоретически такое же тоже могло быть в этой книге слушай нэйтан а ты не думал продать все это древнее барахло найдено в немецкой подлодке самом сердце джунглей ну это отсылки к предыдущим частям вот это к самой первой части про подлодку в джунглях шестирукая хренатень в это вторая часть игры сэр фрэнсис дрейк спас жизнь салли салли вот и мы о тетя что написано found has on my old дальше вообще непонятно что написано юн ай в жопу вообще мало того что язык албанский так еще и почерк как будто сбуду написал шаламбала название сауны как звучит чего чё а какая раньше написано о а вот и шляпа но это не не индиана джонса шляпа эта шляпа этого канадского лесничего из мультика знаете такая помните в красной форме на лошади скакал за кусок смолы погибло столько людей но это походу этот криптонит судя по всему ха 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 кусок смолы давайте потрясем может он взорвется не знаю если у кого-то ностальгия по всему этому барахлу а вот мое распятие где твоя помощь святой дизмас за помощью скажи к иисусу я просто помер на кресте смотреть чувак это не думал все свои фотки собрать в альбомчики в какие-нибудь хули одна там вторая там третья тут рубашка в которой ты в тюрьме чалился чё дорога тебе как а там фотка его брат который погиб он не смотрит на нее она больше не в моем стиле пряха с восходящим солнцем о ну а это из какой части яркий яркий пример в великовозрастного этого великовозрастного ребенка вот он вот он геймплей овервача вот вот так вот они сначала в овервач поиграют а потом по квартире вот так вот бегает с пистолетиком яблочко чпок чпок смотрите какой овервач я уверен что многим понравится и звуки такие же звуки стрельбы вы прислушайтесь прям вот ну как в оверваче смотрите чпок чпок сейчас я на ульту накоплю подождите ща ультану чем там жнец ультует кучей выстрелов он ультует чем же еще у меня в детстве был такой же пистолет похоже только он одним шариком стрелял у него нельзя было много зарядить так я чё-то не врубаюсь чё-то куда спущусь а где тут выход то долго как и гонько буду тут я понимаю что главное ребята сердцем не стареть такое чувство что я куда-то должен ай да ладно пойдем в лоб выстрелим кто там тебя звал то самое чувство когда на чердаке хранится несколько миллионов долларов в виде ценного антиквариата сразу видно что чувак ты не женатый у меня комната примерно так же выглядит я только перед стримами убираю потому что потому что вы на вебке видно а женатый ну развелся значит раз такой срач на блондиночке все таки да ну сейчас мы до хоум фото дойдем давай покажи нам ее тетюли чётенький второй размер давай нет дурацкий альбом чувак на хрена тебе столько белых белых футболок и розовых рубашек а я знаю слева полинявшие справа еще нет ухаса рак ванна конечно пипец вот это вот в америке я не знаю вот у них просто у нас не каждая комната такого размера какого у них вот эти ванны ну херли красиво жить не запретишь две стиральные машины зачем-то ну учитывая сколько у него вещей да действительно может у него тут это подпольная прачечная и еще один сральник в трех шагах в трех шагах от первого но если по какой-то причине вдруг видимо там будет занято а ну да там унитаз-то один может вами в америке мужики в раковину несут как бы не знаю нам определенно пора в отпуск у тебя повсюду и и фотки а это чё это что за доисторические доисторические камеры ты походу у тебя этот наверно синдром барахольщика какого-то смотри ты все прям тащишь так вот чем ты занята банк кок перевернуть ультима травил инфогайд самый полный путеводитель по банк коку полноцветные карты истории местности пешие туры расписание автобусов и поездов однодневные поездки и длинные маршруты отели хостел и бар и ночная жизнь неважно в первый раз вы в банк коке или бывали здесь а раньше будь слушайте самый классный путеводитель по банк коку это мальчишник мальчишник 2 по моему да там там банк кок был вроде как но так а на этой карте смотрите-ка вот там вот что-то желтое я вижу треугольное уже покрасили наш цвет судя по всему да а или нет а нет или да ни хера не по я блять не приблизить не приблизить камеру не посмотреть как бы ну признали они или все-таки еще ломаются джордан джордан так как тоже его вниз то звал а чё а ну все тот же путеводитель и к чему такой слоу-моушен а чё за хрень пиксель пафс это у него у него не мусорное ведро него мусорная корыта продолжаю пытаться настраивать оптимальный баланс звук игры и микрофона игра очень тихая серьезно на максималку выкрутил все параметры но даже поставленный на усиление микрофон 70 перекрикивает ее просто наглухо ну я кое-что изучил елена так это теперь называется но правда ты не принесешь еду я почти закончила да конечно спасибо вот это ящик что там playstation 1 с проводным джойстиком причем джойстик явно геймпад явно не дотянется до этого дивана все мы помним эти короткие геймпады карта памяти 16 слотов но у меня блатная была у меня на карте памяти была кнопка и там активируя с другая сторона у меня 32 слота было по моему так она хотела еду пиво сода это не очень на еду похоже на какую кнопку приложиться еду а вот это еда бля чувак если сочувствую по ходу ты на диете ты на это на жесткой женской диете из какого журнала модного блять 30 грамм сыра там 10 килокалорий в сутки на ужин половину яблочко блять закончила ну там наверняка кучи лишнего и опечатки но есть же редактор умираю с голоду вкусно ну как у тебя дела у него что я тебя не понял прости прости как у тебя дела очень хорошо ну все как обычно я выудил из реки кучу всякого хлама у дрэйка просто субтитры отключены ну ты хотя бы искупался был какой-то интересный хлам ну да просто жемчужина это был грузовик начала 21 века релитет аборигены называли их форме ну короче это серая будня лучше просто те расскажи ну заказ был на такой махровый глянец про туризм в банкоке но вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс потому что я получил просто тонну комментариев про то какой там сейчас чудовищный смог что у людей дыхание перехватывает это и есть счастливый брак боже мой бля в натуре я сейчас во время этой сцены ощутил просто весь ужас этого замужества нет замужество это для баб а у мужиков что она выходит а женить бы ёпта настоящая унылая жесть чуваки ну я здесь у тебя на серьезно что ты рассказывай мне очень интересно да да и о чем же моя статья что вот это про полеты в банкок про людей в банкоке про древний город в банкоке махровый глянец про полеты в банк что у них там большие проблемы потому что из-за смога никто не может сесть класс слушай изменить очень смело я же был на стадионе так в другой стране но в общем да на стадионе джеймсон опять зазывал тебя в малайзии он каждый день зазывает меня в малайзии слушай я правда думаю что тебе надо поехать да не хочу честно мне с тобой здесь весело так классно уже в такие дела не полезно о да чувак может и завалишь уже риск то ну подумаешь разрешение позвал бы салли сколько вы не виделись два года давай оставим эту тему я просто не хочу чтобы ты отказывался из-за меня я отказываюсь из-за себя ясно я оценил твой жест просто ладно пойду ка я мыть посуду стой я помою ну погоди что я не доел я жрать хочу правда оставь мою тарелку или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем быть будет тот кто проиграет ты хочешь со мной сыграть ну да давай в эту твою игрушку на приставке спорим я побью твой рекорд да ладно ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке что испугалась да ты даже название не знаю давай в twisted metal ты и я прямо сейчас уладим это сучка я на хаммере сейчас походу будет как а геймпад 2 на найти о боже это звук боже это заставка да чувак а уж сколько загружались уровни в первый дьявол о это краж это краж помните этот розыгрыш меринды не так это гонки краш как тут вообще как начать заебанец ты на икс нажми я сам я знал нет это не гонки краш это дерьмо какой-то я в такой никогда в такой не играл на крестовинку бегать видно что full hd это приставка не поддерживала опана отстойный краш вот гоночки про краша были отличные там такая огромная бебезьяна ездила в маленькой машинке вот это вообще мы с не угорали слышишь говно игра давай все фанфильтр заряжай ёпты бля сайфон фильтр я говорю все три части пройду ни разу не померев наверное с этим замечательным русскоязычным переводом где бронежилет назывался пули флэг как мне подняться неправдоподобно я бы смог оттуда выбраться нужно учиться лазать меня это всегда спасет а это атака вращения опа опа блять ну почему я бегу на камеру почему я не бегу от вл и они почему они бегут туда в ту сторону чтобы я хотя бы дорогу видел какую-то не знаю не слушайте в такой отстой никто бы играть не стал ни на playstation не на хрена station и в то время была уже sega dreamcast с офигенным соником 3 3d что я ее отодрал сучка знает свое место нет не знает у нее 3 500 у меня 2 152 и все что ли ты сам нарвался это издевательство я же почти дошел чувак разводись поехали в панаму ну и нахрен пусть сама свой краш играет дерьмо играть он проиграл но все равно победил ты счастлив да он и так здесь ёпты куда же он денется а джойстик то все-таки дотянулся пока закрыта господи как прекрасна его жизнь ну давайте уже экшен закрыта да что ж тебе блять было бы открыто он бы вошел иду люди да вам помочь я тут сэм ищу своего брата он вашего роста постройне и зыди призрак такой седины на висках сэм рад тебя видеть на и господи сэм оху ладно ладно полегче полегче как я думал тебя подстрелили да было дело вот сюда гривер три раза судя по дыркам дачи врачи меня за штополь и тут же тут же посадили обратно блять это похоже на реакцию человека который спустя хуй знает сколько лет увидел брата которого считал мертвым нет блять не похоже я не верю поэтому они очень хотели сгнаить меня в этой камере и у них почти получилось господи сэм если бы я знал я клянусь тебе я бы за тобой нулся я знаю я знаю но важно то что я выбрался ой халтура ёбаный в рот что дальше брови отклеются все нормально да надо на воздух ты я надеюсь в обморок попадешь постараюсь я блять упаду я 4 тысячи отдал за это с каких пор блять сюжет ой боже там в комментах кто-то писал что окажется что брат жив и это будет охуенный сюжетный поворот что но брат жив и это просто факт перед которым игрока поставили какие еще истории например как ты висел в вагоне над пропастью в гималаях ну да выкладывай что я пропустил даже не знаю откуда ты знаешь что он там висел давай с лучшей части может это глюки какие-то ну помнишь ту красивую астролябию которая осталась от пирата брейк а которую это как ее это по-любому должен быть сон ну я ее нашел и для этого я прикинулся мертвым ну дело не хитрое но уже это сон камон ну и все как обычно потерянный город разрушен но мы из него выбрались вот поэтому анчарта блять детская игра нет я в буквальном смысле не верю ты говоришь что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего то вдруг опять удалился ни с чем вот такова моя планина удалось конечно прихватить несколько побрякуши хватило на машину дом кольцо с бриллиантом господи я женился что же я сразу то елена про которую я она моя жена я тебя познакомлю приходи сегодня к нам в гости мы поужинаем я ей про тебя расскажу чёрт надо ей рассказать наид у меня большие проблемы я твое воображение ну давай о чем ты какие проблемы знакомо имя гектора алькасара да он наркобар панамский мясник вроде а что ты не поверишь но мы год сидели в одной камере вариантов немного короче и когда он заснул я ему присунул а оказалось что он в охуеть каком авторитете книжку забрасил да подойди-то самел ебать конечно да ну и сказки бабушки галины ёб твою мать охрана песни поет ну напились походу возможно они довольны как можно быть довольным такой убогой жизнью убогой работой ну зато убогой игрой книжки ждут а у нас с тобой что без обид у нас есть мечты и когда мы выберемся мечты поведут нас в такие дали какие этим болванам не снились ну что ж меня восхищает твой оптимизм что ты сделаешь когда выйдешь самел то есть если я выйду да ты и сам все знаешь начну ебать все что шевелится блять очевидно же ну я хочу услышать от тебя я пойду искать величайшее пиратское сокровище ну да ром и шлюхи буду ебать все что шевелится потому что последний год в моей жизни шевелишься только ты если будет шанс шутки за полтенку ну да теперь я анчарта ты стал игрой про пиздобольство бесконечное здорово пацаны плант плант b для c4 не видели сэмюэль go 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 taking fire i need assistance да за терров сыграешь да не вопрос за того вот зеленые куртки в очках самый попсовый охренеть охренеть да охренеть это сюжет этой игры серьезно один из десяти прямо сейчас напишите в комментах не нет у одного ли у меня такое чувство как будто меня просто обосрали блять а ну конечно у меня одного я же четыре косаря на это потратил боже мой интересно почему в этой игре я второй раз уже сбегаю причем из одной и той же тюрьмы ну что обезьяны бананчик хочется господи у вас вообще никаких понятий нет чё ж вы шумите то вы нас сейчас спалите суки поганые и долго ты это планировал с того дня как оказался здесь да ты планировал что придут два чувака блять в масках с автоматами и нас спасут охуенный план чувак побег из шоушенко по сравнению с твоим планом просто говно я бы тебе поаплодировал у меня геймпад в руках а в камерах сидят конечно благороднейшие господа этой державы их миру нужно побольше давай их выпустим ты помнишь как надо стрелять тульский токарь фон жтт сегодня один извини быстро разбирают тут же вспыхнет настоящий бунт именно анальный бунт как удобно что все камеры открываются одной кнопкой не правда ли а это наши бегут алкоганы да обучение стрельбе присутствует в этой голове потому что разработчик видимо понял что после сорока минут геймплея без единого выстрела игрок стал не мог разучиться стрелять что-то я переоценил забыл что я играю ни хрена не в терминатора да и пули бит не бесконечно естественно естественно фокусят сразу же меня почему то в этой игре смотрите блять мои подельники идут просто в полный рост а пули все от охраны летят в меня видимо потому что я играю на сложности но тогда я просто посижу и подожду пока их всех поубивают нахрен потому что шквальный огонь не дает мне даже высунуть морду давай ты мелкнется поведение зэков не поддается объяснению там охрана стоит стреляет они на балконе победоносно вскидывают руки видишь ван работает да вижу ой да ладно мне перепал автомат который я не знаю это это то из чего лара крофт пол игры калашников делала по моему и что теперь истаму чемпосисион истан листов и господи знал найди укрытие что зачем я все сказал ух ты ехта и в порядке да все нормально что там случилось да у игрока одного пердак бомбанул по моему этой же дорогой Нейтан Дрейк убегал отсюда нет пуля непробиваемая сетка рабица поехали чувствительность стиков конечно здесь просто беда не на ную что даже не пришлось с ним с ним бодаться его просто пристрелили Чтобы сменить плечо, господи, для чего По-моему, за нас играет какой-то чемпион по Counter-Strike Просто вот этот, который первый бежит Он бежит просто и всех валит по КД Ну, из автомата можно, конечно, из геймпада нормально воевать Проблемы начинаются, когда вам дают черт в пистолет Ну все, мы план заминировали Ага, чувак, я спрячусь за чуваком, который прячется за колонной Это двойное, двойное укрытие Просто главному герою нравится тереться об него своими булками, видимо Ну, что ж, последние, хрен знает сколько лет он часто Приделся в душе с мужиками И нет, нет, у кого-то мыло, походу, да выскальзывало Блять, это просто какая-то хуй Хэдшот, сучка Ау, ау, ау Ну ты же вылезешь Вы же не можете не вылезать Геймплей же застопорится сразу Ну, ёп твою мать Бля, он меня дрочит, походу Фух Я спрячусь за пуленепробиваемой пластмассовой тележкой для грязного белья Врубай, братан Охренеть Сорок патронов Почему так максимальный лимит патронов жёстко ограничен, или что? Или я накопить не успеваю? Ёпта, она пробивает Интересно, на какой хуй тут такая бронебойная турель стоит Что если зэки, блять, скрафтят в камере танк и захотят на нём съебаться, что ли, отсюда? Да господи Пока у них перезарядка Нет, она не пробивает эти Почему-то мне показалось Ничего не выйдет Лидеет моё укрытие Как, сука, волосы на лапке пенсионера Боже мой А, подкосили и фундамент всё-таки Да, вижу Разрушаемость как в арт-тандере, блять Краеугольные детали сжёгут Да, этот побег повеселее, чем тот, который был в первый раз Но, по сути, всё равно это второй подряд побег из тюрьмы Как обычно, вслед нам стреляет рота имперских штурмовиков Видимо, у них адский рассинхрон С серверным прицелом, блять И они просто не могут никуда попасть Держи, Замиал, пей Нет, нет, спасибо Мне сейчас ничего не... Эй, вся проезд передаём, Сющий Спасибо Куда теперь пойдёт, Замиал Дрейк? Да, куда же я теперь? Приму в ванну Сплю в настоящей кровати Может, подцеплюсь... Подождите-ка, я понял Это, наверное, звук... Видеозаставки, наверное, это Нет, громче они вообще не стали По-моему, не похуй начала Просто очень тихая игра Ну, а... А сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? О, я не знаю Нужно добраться до Штатов, а там видно будет Сколько? Ну, я пока ещё не начал Ну, ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю Просто... Слушай, Эвери же... Не... Оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Ну, у меня есть оружие зацепки Оп, так-так П-погоди минуту Эй, эй, эй Эй, тихо, тихо Я же говорил, за проезд передай Ты мне нравишься А ты мне не... И главное Я тебе поверил Ну, я тебе поверил Только поэтому мы съебались из этой тюрьмы Где нас кормили за бесплатно, чувак Сидели бы сейчас себе на нарах, чарились Истокие сомнения Так Гектор, послушай Я Всё найду Клянусь тебе Сколько? Полгода Люди ленивы Они всегда просят больше времени, чем надо Три месяца За три месяца не во... Три месяца Мне половина Справишься? Надо было говорить, что нужен год По его логике он бы дал тебе тогда полгода Так Так Если ты будешь Прятать от меня клад Или чего доброго Побежишь сдаваться в полицию Я узнаю Я подкараулю, когда не ждёшь И тогда Ты будешь умолять меня о смерти Вставай Самый ближайший город В десяти километрах туда В сторону солнца Давненько ты не видел восхода солнца Вамос А вам что, не по пути? Как мне тебя найти? Завезли бы В чём прикол? Я бы раньше начал сокровища искать, нет? Придёт время Я сам к тебе явлюсь Санта-Клаус хуев Бой нас верти, Самыйл О, ёлтвы Вот Алькасар меня отпустил и И я здесь Плохо делом Ну, мы просто пойдём по тому же следу И во следу Сэм Да нет никакого следа Когда мы с Рейфом удрали Он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса На папочкины деньги Мы там всё прочесали Сокровища Эвери нет Хотя Рейф вот не сдался Все эти годы копает Придурок Ничего не накопал Я не удивлён В смысле? Ну, я Я просто тоже немного покопал Ну и Ну и выкопал Ёпта Крутая штука интернет Такое можно найти Просто крест Святого Дисмоса? Просто Тот, что мы нашли Был разбитый и пустой внутри О, а это целый Эвери сделал их несколько Да Чего не было в том, что мы нашли в Панаме Наверняка до сих пор есть в этом Угу Ну круто И где же он? О, этот истинный шедевр Пустят с молотка через три дня В поместье Росси Поместье Росси Ты о нём слышал? Ну, да Как ты собираешься добыть приглашение на эксклюзивный и охраняемый нелегальный аукцион? Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? Да А где ты возьмёшь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и всё равно этого не хватит, чтобы... А, ясно Ты его украдёшь Не я А мы? Что? Нет Нет, Сэм, я не могу Я завязал Что? Нет, всё, я больше такими вещами не занимаюсь И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся Это кто? Ну, не знаю, вот... Ох, Господи Да хоть Чарли Каттер Нет Вот, к нему я с этим бы и пошёл В любом случае, я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты Ну, должен же быть другой вариант У меня слишком мало времени С Алькасаром нельзя шутить Пока они пиздят, я уже, блять В Хирстоун каточку сыграю, наверное Милая, это я Привет Да, слушай, ты не поверишь Что? Джеймсон только что привёз разрешение Да Знаю, знаю, но... В общем, похоже, я всё-таки лечу в Малайзию О, это не здесь... Не здесь в Хитмане миссия-то была Фонтанчик, больно, похож Что там видно? Ну, как водится Шайка благородных жуликов при полном параде И пока никакого Салливана Но время ещё есть Хранилище у них находится в доме За тем особняком Тебя оттуда видно? Только самую веру Блять, игра просто безудержное веселье Я охуеваю от неё Мы, блять, дожили до того времени Когда реально поляки начали делать игры лучше Чем вот эти вот Именитые компании Свои хвалённые эксклюзивы для Sony PlayStation Серьёзно Дошло до того, что одна сраная миссия Про свадьбу в Ведьмаке Стоит больше, чем вся вот эта Ёбаная Uncharted 4, по-моему С вот этими, блять Охуенными возвращениями Погибших братьев, блять Пиздец какой Блять, неужели Ёбаный насрать На что я потратил деньги? Ёбаный Сейчас он там со всеми раскланяется Поднимется наверх и откроет нам окно Всё схвачено Ну-ну Так, короче Говори прямо А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим? Да, он подставлял на парнях Но не нас, но не тебя Блять, да вы долго будете пиздеть? Как скипнуть нахуй это говно? Вы заебали, блять, мёртвого уже Ёбаный своими разговорами, блять Пиздец нахуй Я хочу, чтобы ты ему поверил Ладно, ладно Он всё сделает как надо Рано или поздно Но надо же на всякий случай Подготовиться и к тому, что делать, если... Видишь? Верь Смокинг не запачкай Спасибо Ура! Наконец-то, блять, конец серии Пишите, жмите Про то, какая это охуенная игра И что я, как обычно, в неё не смог Про то, какое дело с Cada